Здравствуйте друзья! У нас прозвучал еще один вопрос, причем прозвучал он в такой формулировке Расскажите про то, как родители делают детей виноватых в том, что они испортят жизнь своим родителям Ну, я бы этот вопрос переформулировала немножко по-другому Я бы не сказала, что детей делают виноватых, а я бы сказала, что с точки зрения родителей Дети не испытывают той благодарности за тяжкий труд, который родители положили в воспитание своих детей И не платят им возвратные монеты за все их усилия Они положили свою жизнь и как бы им обидно Ну, что тут можно сказать? Мне кажется, что вообще жизнь так устроена, что родители дают детям больше, чем дети дают родителям Так уж получилось Так уж получилось Поэтому ожидать, что дети тебе что-то вернут или дети тебе чего-то должны, это неправильно Это, конечно, было бы очень приятно Если бы дети возвращали родительскую любовь с той же интенсивностью, с которой они ее получают Но, к сожалению, так не получается Потому что родители по своей природе, по своим материнским своим чувствам отдают больше Но бывают родители, я, кстати, помню, наверное, во времена нашего детства, может быть, потому что были более тяжелые времена, чем сейчас Очень часто можно было слышать такие слова Я положила всю жизнь, там, одна тебя растила, кормила, поила, свою жизнь не устроила А вот все из-за тебя, и теперь ты-то, скотина негодная, вот ведешь себя таким образом Причем по отношению к детям обзывательные слова использовали Что вообще делать нельзя, и нельзя ребенка обзывать Дети стали сегодня более... По тем временам это было нормально По тем временам родители могли сказать какие-то непристойности по отношению к детям Типа такого, что вот не учишься, ничего, толку от тебя никакого И зачем я тебя родила, и быть тебе только дворником Это можно было слышать, когда я была маленькая, это было довольно-таки часто Родители шалопаем, мальчишкам такие вещи кричали Где тебя черти носят, и так далее, и так далее Представить сегодня, что можно такие вещи говорить современному ребенку Я даже не могу себе представить такой ситуации Но, возможно, где-то в каких-то районах, возможно, это и происходит Родители отдают жизнь своим детям не потому, что они ожидают чего-то получить в ответ А потому, что им это хочется делать Потому что они считают, что так надо делать И ребенок ни в коем мире не может быть виноват за какие-то последствия В какой-то неудовлетворенности, которая возникает от того, что у родителей чего-то в жизни не сложилось Но родители, если родители не развиты, они могут обвинять ребенка в тех смертных реках В которых он совершенно не виноват И это, в свою очередь, может сформировать комплекс вины у этих детей И из-за этого, может, своя жизнь не сложится Поэтому этого делать не нужно Но, к сожалению, все люди и родители все разные И если они чувствуют себя такими обиженными, то тут уже ничего не поделаешь Единственное, что можно бы советовать этим взрослым детям На которых наезжают их уже пожилые родители И говорят, я тебе там все, а ты мне ничего Но не берите так близко к сердцу Кстати, вопрос о том, как к вам будут относиться ваши выросшие дети Можно очень легко проследить на примере того, как вы относитесь к собственным родителям И не думайте, что если ваше отношение к собственным родителям вот такое То к вам лично будет отношение с точностью до наоборот намного лучше Потому что есть помимо чисто воспитательных вещей, которые мы целенаправленно в детях формируем Помимо этого есть совершенно вещи, которые мы как взрослые вообще не замечаем А дети ухватывают на лету и перенимают это как манеру поведения Поэтому бывает, что мама говорит дочке Ой, слушай, пойдем к бабушке зайдем Уже нет силы эту бабушку Выносите ей вечно что-то не так Но надо зайти Вроде неудобно не зайти Не думайте, что ваша дочка на старости лет Точно так же не будет к вам относиться И скажет, ой, слушай, мне к маме надо зайти Уже нет сил ее терпеть Ну, вроде зайти надо А она будет бежать к вам с дорогой душой Дети перенимают это все Это совершенно очевидно И вот эти отношения, они переходят из поколения в поколение Однако в то же время я считаю, что ждать от детей какой-то особой благодарности не стоит И уж, конечно, детям принимать на себя вину за не сложившуюся родительскую жизнь не стоит Тем более, это как-то слишком большое тяжкое бремя, которое дети не должны нести на себе Каждый родитель дает ребенку то, что он может дать Он не может дать ему больше, чем он может И дети принимают это либо с благодарностью, либо не с благодарностью Это зависит уже от родителей и от детей Но когда идет разговор о том, что вот я тебя растила, растила Теперь даже некому стакан чая подать Это неправильное понимание родителей Дело все в том, что родители не должны зависеть от детей Исторически было так, что Исторически, когда не было других возможностей Было так, что выросшие дети должны были на старости лет Ухаживать за пожилыми родителями, у которых не было средств существования И последнюю чашку чая подать должен был быть ребенок, потому что больше было некому Сегодня ситуация все-таки меняется Люди стали жить как-то более раскованно, более финансово благополучно И, конечно, задача родителей не зависеть от старости от детей Потому что можно и не дождаться этого стакана чая От детей, конечно, требуется Родителям хотелось бы видеть заботу и внимание Не проявляющуюся в физическом выполнении какой-то рутинной грязной работы А просто чисто человеческую любовь и внимание Невозможно получить такого же уровня, как отдают родители своим детям Но хотя бы человеческое отношение А что касается чашки чая, то для этого есть специальные люди Которые занимаются уходом за пожилыми людьми И они чашку чая уж как-нибудь поднесут Вот так вот я бы ответила на этот вопрос Спасибо, пока! Субтитры создавал DimaTorzok